Бунтарской натуре возраст не помеха. Тихон Абрамов встречает 55-й день рождения в свойственной ему экспериментальной манере. Известный бобруйский авангардист открывает свою первую персональную выставку. В зале художественной галереи настоящий аншлаг. Педагоги, коллеги, ученики, провокационного автора и все те, кого будоражит искусство, не могут пропустить такое событие. Тихон – это настоящая находка для меня. Тихон – это тот самый сумасшедший гений, у которого постоянный поток идей, информации, бесконечно может рассказывать и делиться своими знаниями. И я искала именно такого гуру, преподавателя для себя. Три года подготовки воплощаются в 30 живописных полотен и 4 скульптурные композиции. Большинство работ собирались из частных и корпоративных коллекций. Некоторые вовсе не смогли попасть на выставку. Пришлось выставлять репродукции, чтобы завершить экстравагантную атмосферу. Желательно, чтобы каждая новая работа не была продолжением предыдущей. Это сложно. Со своей колеи вырваться сложно. Ну и интересно. Стараешься быть откровенным. На мой субъективный взгляд, каждая работа должна быть самодостаточной. Абстрактные и феерично декорированные немногочисленные скульптуры хорошо демонстрируют авторскую технику творца – бетонику. Реальную многогранность отражают и картины. Можно бесконечно искать смысл в тяжелых мазках и углубляться в пучины сознания художника. В полотнах преобладают женские образы и у каждой есть свой прототип. Картина без названия – идеальное отражение главной мысли автора. В каждой работе человек должен искать свой смысл. Художник накладывает масляные краски плотно, а при этом не избегает диссонирующих между собой сочетаний. А с помощью аппликации добавляет остроты. Вся жизнь Тихона Абрамова отдана искусству. Бобруйский дом пионеров, детская художественная школа и Горьковское училище. Мастер кисти искал себя через изучение творцов всех эпох и стилей. Экспериментатор всегда был своеобразным центром притяжения для активной творческой молодежи, как организатор и участник многих неформальных арт-объединений. Тихон, он заставляет совершенно по-другому думать, совершенно по-другому как-то смотреть на вещи, заряжает свои энергии. Все яркое, красочное. Хочется сразу настроение появилось, эмоции появились, предновогоднее настроение. То есть все хорошо. Художник призывает не искать конкретики в его образах, ведь модернизм и авангардизм скорее про эстетику. Заглянуть в душу автора через его картины можно до 22 января в художественной галерее на Горького, 28. Такой экспириенс раскрасит даже самую серую зиму.